Чуваш и тюркский народ в Чуваше и Чувашское, Чуваш, Русский, Чуваши, произнесенные являются тюркоязычные этнические группы, произрастающих в зоне, простирающиеся от Поволжья до Сибирь. Большинство из них проживают в Чувашии и окрестностях, хотя Чувашские общины можно найти по всей территории Российской Федерации. А небольшая часть, за пределами Российской Федерации, наибольшая группа в Казахстане, Узбекистане и на Украине. Согласно одной из наиболее распространенных научных версий, предки современных Чуваши были тюркоязычным кочевым народом, в первом тысячелетии до нашей эры представлявшим из себя западное крыло хуннов и проживавшим в Центральной Азии. В. Алтай-Казахстан. Что тюркские предки Чуваши пришли из Центральной Азии, где они жили в бассейне Иртыша, между Тяньшанем и Алтаем, по крайней мере, с конца третьего тысячелетия до нашей эры. В начале первого века нашей эры булгары начали продвигаться на запад через житые суестепи современного Казахстана, достигнув Северного Кавказа во втором-третьем веках нашей эры. Там они основали несколько государств. Старая Болгария на берегу Черного моря и Суарское княжество в современном Дагестане. 732-737 годов. Принятие ислама в начале X века в Волжской Булгарии побудило большинство ее жителей принять эту религию. В 1236 году золотая орда сохраняла контроль над регионом до своего медленного распада. В 1438 году Казанское ханство стало новой властью региона и Чувашей. Современное название Чуваш стало появляться в записи их со XVI века из российских и других зарубежных источников. 17. В 1552 году русские захватили Казанское ханство и его территории. В последующие века произошла христианизация и русификация Чувашей. В этот период большинство Чувашей обратилось в православие, но русификация так и не была достигнута. В XVIII и XIX веках произошло возрождение чувашской культуры и публикация многих образовательных, литературных и лингвистических работ, а также создание школ и других программ. Чувашский язык стал использоваться в местных школах, а в 1871 году была создана специальная письменная письменность для чувашского языка. 1920 года была образована Чувашская автономная область, но 21 апреля 1925 года она была переименована в Чувашскую автономную советскую социалистическую республику. Примерно в это же время наблюдался подъем чувашского национализма, но советские власти попытались подавить эти националистические движения, изменив границы. Республики так, что многие чуваши будут жить в соседних республиках или регионах России. На протяжении большей части советского периода чуваши подвергались кампаниям русификации и пропаганде. Чувашский язык исчез из образовательного и общественного пользования. В 1989 году отчасти в ответ на эти изменения началось очередное возрождение чувашской культуры. Вскоре чувашский язык снова стал использоваться в образовательной, общественной и политической жизни. Сегодня чувашский язык и культура преподаются в школах Чувашской республики и за ее пределами, где проживает большая часть чувашского населения. У чувашей по всей России также есть доступ к СМИ в их местных общинах. Они говорят на чувашском языке и имеют дохристианские традиции. Чувашский язык является тюркским и является единственным сохранившимся агурским тюркским языком. На язык оказали влияние татарский, русский и финно-угорский языки. У него два-три диалекта. Помимо чувашского, многие люди также используют русский язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова